Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Как сейчас живет многодетная актриса Чулпан Хаматова, которая делает добро, а ее называют пиарщицей. Известная актриса Чулпан Хаматова постоянно заставляет общественность говорить о себе. В большинстве случаев это связано не с творчеством, а с усыновлением, работой благотворительного фонда, некоторых громких высказываний, которые вызывают у общества недоумение. Тем не менее, она постоянно призывает помогать нуждающимся, собирает с единомышленниками средства для конкретных детей и сама является многодетной мамой. После выхода на экраны картины «Страна глухих» критики ее признали восходящей звездой отечественного кино. Так почему же на Хаматову постоянно обрушивается столько негатива? Ведь, по сути, она делает добро, обладает ярким талантом, индивидуальностью и харизмой. Родилась Чулпан в 1975 году в Казани. Она выросла в татарской семье. Родители по специальности инженеры. Кроме дочери, у них есть младший сын Шамиль. Впоследствии он также стал известным актером и служит в «Современнике». Он знаком зрителям по фильмам «Пятая группа крови», «Застава Жилина» и «Все-таки я люблю». В одном из интервью Чулпан призналась, что не знает татарского языка, потому что в ее доме не придерживались национальных традиций. В детстве она занималась фигурным катанием, но из-за травмы спины она оставила этот спорт. Школьные предметы Чулпан давались легко. Особенно ее привлекали точные науки. По складу характера она была послушной скромницей. Однако в какой-то момент у нее резко появились бунтарские нотки. Причиной перемен было увлечение творчеством группы Битлз. Учителя постоянно делали замечания. Требовали не приходить в школу в рваных джинсах и утихомирить дерзкий нрав. Чулпан нравилось общаться с ребятами постарше, обсуждать музыкальные новинки и современную литературу. Также в этот период Чулпан начала посещать театр, и у нее появился кумир, актриса Роза Хайрулина. И все же после получения аттестата она не посмела ослушаться близких и подала документы в финансово-экономический институт. Экзамены сдавать не пришлось. Тем не менее, студенткой данного вуза она не стала. Она решила осуществить свою детскую мечту и отправилась на прослушивание в Казанское театральное училище. Пройдя успешно все туры, она постигала актерское мастерство. Позже она уехала в столицу России и продолжила обучение в ГИТИСе. Став дипломированной актрисой, она служила в современнике. Дебют в кино состоялся зарубежного детектива «Место преступления», в котором насчитывается 1127 серий. Далее сыграла разбитную медсестру Катерину в военном фильме «Время танцора» и ассистентку режиссера в музыкальной картине «Старые песни о главном 3». Узнаваемость она ощутила после выхода премьеры «Страна глухих». В конце 90-х она принимала участие в съемках комедии «Лунный папа» и в фильме «Тувалу». С каждым годом кинокопилка этой актрисы пополняется рейтинговыми фильмами. В 2020 году она приняла участие в нашумевшем сериале «Страна глухиха открывает глаза». Сама актриса, да и создатели не ожидали, что экранизация подвергнется жесткой критике. В частности, зрители пишут, что рейтинг ленты во многом продиктован политическим контекстом, нежели художественной составляющей и далек от реальности. Первый раз она вышла замуж в середине 90-х за актера Ивана Волкова. Он сын актеров Ольги Волковой и Николая Волкова. По некоторым данным, избранник помог Чулпан в трудный жизненный период. У пары долго не было детей. Когда же родилась дочка Арина в 2002 году, их отношения сошли на нет. Они расстались, но не отказались от поддержки друг друга ради дочери. Через год у Чулпан было уже две дочери. Кто отец девочки, актриса скрывала. Поклонники строили догадки. А позже выяснилось, что Чулпан Хаматова решила взять девочку из дома малютки и оформила удочерение. В прессе и по сей день обсуждают ее поступок, задаваясь вопросом, почему, оставшись без мужа, с маленькой дочкой на руках она приютила чужое дитя. Как трудно было это сделать, не раз Чулпан рассказывала журналистам. Чтобы осуществить задуманное, ей пришлось пригрозить руководство дома малютки полицией, так как даже с документами ей девочку не хотели отдавать. Вдогонку директор заведения назвала Хаматову пиарщицей. Кстати, еще не раз эта актриса услышит это слово в свой адрес. Причиной удочерения Чулпан не называла, но есть предположение, что в начале нулевых она задумалась о создании благотворительного фонда, поэтому посещала приюты. В одном из них увидела малышку и захотела ее удочерить. Так в ее жизни появилась вторая дочь Ася. После расставания с солистом балета Алексеем Дубининым она вышла замуж за режиссера Александра Шейна. В 2010 году у них родилась дочь, ее назвали Ия. Спустя 7 лет чувства двух творческих личностей сошли на нет. Несмотря на семейные передряги, Чулпан ведет активный образ жизни. Ее график распределен по часам, съемке, участие в популярных передачах, организации благотворительности, митинги и встречи с публичными людьми. Но несмотря на добрые дела, об актрисе говорят не очень лестно. Упрекают непоследовательности, торговле именем, странных высказываний. В частности о том, что она ненавидит Великую Отечественную войну. Не может ею гордиться, и ей жалко обе стороны этого конфликта. На критику Хаматова реагирует и старается вести доверительные диалоги. А пиарик говорит, что это все глупости. Благотворительный фонд «Подари мне жизнь» создалась единственной целью – помогать детям с разнородной группой заболеваний. Войны действительно не любит и жалеет всех пострадавших. Сейчас она задействована в пяти проектах – «Подвиг», «Праведник», «Они», «Стюардесса» и «Горбачев», которые обещают показать в 2022 году. И напоследок. Чулпан Хаматова стала «Женщиной года» по версии издания «Гламур». Как по вашему мнению, она действительно таковой является. Пишите все, что вы думаете по поводу этой актрисы. Лично я ее считаю очень талантливой и она молодец, что старается помогать всем нуждающимся. Всех благодарю за внимание. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok